Теперь начнем установку батареи нового образца. Она металлическая, обработана антикоррозионными составами. Ставим ее под окно. Так как у нас здесь в комнате не очень тепло, поэтому у нас принято решение поставить третью батарею в этом помещении. Значит начнем мы все это дело с распаковки новой батареи и установки крюков для закрепления батареи на стену. Значит мы приведем здесь такую установку на стену, потом завесим батареи и приступим к разводке труб пластиковых. Будем паять их паяльником для пластиковых труб. Сейчас мы приступим к разметке местоположения батареи, укрепление отражательного экрана под батареи по современным энергосберегающим технологиям и приступим к монтажу батарей на стену. Проводим карандашиком. Местоположение нашей батареи. Батарея у нас металлическая, тяжелая, капитальная. Продолжение следует... Продолжение следует... В комплекте с батареей идет одна заглушка и один кран Маерского. Мы купили предварительно два крана для подключения батареи к системе отопления. Один кран будет идти на подачу воды, а другой кран будет идти на обратную систему подачи. Будем испаивать провод и вкрутим их в батарею. В заводском исполнении стоят заглушки, мы их снимаем и на это место ставим комплект кран. Гайка для подключения воды. Используемся фум-лентой. Наматываем 13 витков на резьбу для полной герметичности. Монтаж системы отопления начинаем со слива воды с нашей системы отопления, так как без этого не обойтись. Соединяем батарею со соединяющие гайки и открываем воду с батареей и с труб. После слива воды займемся монтажом пайки труб системы отопления для подключения нашей новой батареи. После установки батареи на стену проводим монтаж труб отопления. Для этого у нас проводится пайка трубой пол дюйма. Обычно водопроводная, без всяких усилий, усилителей, для того чтобы тепло уходило полностью у нас в комнату. Значит мы сделали пайку крана. Сейчас будем паять уголки и посмотрим, что из этого выйдет. Трубу нужно паять качественно, дабы не перегревать их, потому что перегрев уменьшает течение труб в полтора-два раза. Поэтому для каждой трубы нужно выбирать температурный режим и время нагрева этой трубы. Делаем спайку углов. Главное пол не перегреть и не додержать. 5-6 секунд. Время нагрева нашей трубы. И 1-1,5 минуты на остывание свариваемого шва. Дорогие наши подписчики, как видите, мы уже поставили батарею металлическую, обработанную антигоразионным составом. Паяли ее в систему отопления. Последний этап это установка самой батареи, подключение самой батареи к системе отопления. Значит мы выполняем ее гайками типа Американка. Затягиваем с небольшим усилием и проводим проверку нашей системы с давлением. Думаю, что будет все хорошо. Так что подписывайтесь на наш канал. Большое спасибо, что нас посмотрели. С вами был Сергей Николаенко и канал Взрослые и дети. Субтитры сделал DimaTorzok